Ну а мы продолжаем тему «Едим вне дома». И к нашей беседе присоединяется Марьяна Корабейникова, актриса Театра и Кино. Марьяна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот действительно обсуждаем мы в течение последних минут эдак сорока, что даже несмотря на кризис, жители мегаполисов всё равно продолжают питаться не на своей кухне, не в своей столовой, а в ресторанах. А как часто в ресторанах едите вы? Ну, я ем в ресторанах, наверное, по выходным. Когда я с семьёй, мы решаем, что мы хотим поменять обстановку. И не потому, что нам неинтересно готовить дома, с удовольствием это делаем все вместе, а просто для того, чтобы создать себе какое-то праздничное настроение. Это такой маршрут выходного дня? Ну, если мы все оказываемся дома в этот день, то для того, чтобы как-то создать ощущение праздника... А как вы выбираете любимый ресторан? У вас есть там... Вот мы выписываем с женой рестораны, куда мы хотим сходить, потому что когда появляется один раз в месяц возможность куда-то вырваться, очень жалко тратить время на... Куда бы сходить? Куда бы сходить? Куда бы сходить? У нас список висит на холодильнике. Нет, мы так серьезно к этому не подходим. Нет, как правило, мы обсуждаем, что мы хотим, предположим, рыбу или мясо, и уже в зависимости от этого... Грузия, Италия, Китай. Марьяна, и вот смотрите, что тут возникает. Праздничное настроение, действительно, куда-то идете. Но я уверена, что хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с такой проблемой и испортили настроение. Плохо обслужили, ну и так далее. Каждый, мне кажется, сталкивался. Вот у вас было ли такое? И кто выходил победителем из этих схваток? Или уйти, чтобы не портить себя настроение окончательно? Тут всегда, да, встает эта дилемма. И, честно говоря, я не люблю скандалы и не люблю портить себе настроение. Мне кажется, что мы все равно сами выбираем, идти нам на конфликт, и портить ли нам себе настроение, или не идти и... В тонусе ли я для схватки? Ну, грубо говоря, да. Но если ты уже решил создать праздник для себя, там, и для своих близких, то, мне кажется, устраивать какой-то скандал, даже если что-то не понравилось, что-то не устроило. Даже если стекло в супе. Так ведь тем самым качество и не будет повышаться, да? Вот вы ушли, отодвинули этот суп с волосами, пришел следующий клиент, сказал, не хочу портить себе настроение. А ему тоже каилку, да? Они получают наши деньги за это, да, понимаете, портят нам настроение, и ничего не меняется. Я согласна, что с этим надо бороться, но, как правило, я борюсь с этим, когда я случайно оказываюсь, предположим, на улице, мне надо срочно поесть, я не ем фастфуд, и у меня есть там полчаса для того, чтобы зайти куда-то в более-менее приличное заведение, чтобы что-то съесть, и там мне приносят какой-нибудь там через 25 минут холодный суп, предположим. Я, конечно, его отодвину, и постараюсь максимально вежливо, но дать понять, что все-таки так нельзя. Что это был не холодный борщ, это был все-таки борщ. Он должен был быть горячим, да. Марьяна, но вы актриса театра и кино. Здесь мы громко скажем кино, а кино славится своим, вот этот киносъемочный процесс славится своим кинокормом, но причем не тот, который в зале мы получаем, да, чтобы просмотреть кино. Кинопокормки. Те коробочки, которые привозят вам на съемочную площадку. Вам доводилось ли пробовать, что там, и вообще можно ли это есть? Безусловно, доводилось. Это не коробочки, как правило, это на улице выгружаются какие-нибудь большие баки. Полевая кухня. Полевая кухня, да, по сути. И дальше выстраивается очередь где-нибудь там даже на Литейном проспекте, если есть такая возможность. Она выстраивается из всех работников кино и артистов в том числе. И ты просишь, что тебе нужно. Когда это происходит, там, меня пригласили на проект, например, у меня там пять съемочных дней, то это даже некая там экзотика, да. И это может быть даже интересно поставить потом с этой пластиковой тарелкой где-нибудь в центре города. Но это удобоваримо? Это что там внутри? Или это там прям наляпана какая-то такая вот та же самая? Гавайская смесь. Я, полагаю, никогда не работала в офисе. Но насколько я рассказывала и говорила там со своими друзьями, которые там работают, это примерно то же самое, что дают, собственно, в офисах. И там все равно можно что-то выбрать. Можно выбрать там ту же гречневую кашу какую-то. Там с каким-нибудь... Ну, то есть то, что ты понимаешь, что ты ешь. Вот, это самое главное. Для меня, на самом деле, принцип только один. Если я понимаю, что это кусок мяса, а не какая-то котлета, в которой может быть все, что угодно. Много бумаги. Вполне возможно, может быть и мясо. То есть это мясо, содержащие продукты. Да, да, да. Знаменитые мясо, содержащие продукты. Вот прозвучало слово кино в этой студии. Мы не можем не показать вам кино новости, а пусть у них мы продолжим. 24 февраля состоится вручение премии «Оскар». Ведущим в девятый раз станет комик Билли Кристал. Я надеюсь, теперь девушка в аптеке перестанет всякий раз спрашивать мое имя, когда я прихожу за лекарствами, прокомментировал Билли. А мы надеемся, что к 24 февраля он придумает еще и смешные шутки. Я не должен идти туда, ты должен вести эту церемонию. Лидеры гонки, фильмы «Хранитель времени» Мартина Скорсезе и «Артист». У них по 11 и 10 номинаций. Далее с отрывом идут «Человек, который изменил все» и работа Стивена Спилберга «Боевой конь». Они заявлены в шести категориях. По опросам в интернете все болеют за девушку с татуировкой дракона Дэвида Финчера. Она может взять пять наград. С коммерческой точки зрения это самый успешный «Оскаровский» номинант. Не играйте свою лучшую роль в год, когда Мэрил Стрип номинируется на «Оскар», гласит голливудская мудрость. Мэрил опять главная претендентка. В категории «Лучшая мужская роль» соревнуются лучшие друзья Брэд Питт и Джордж Клуни. В режиссерской номинации «Три классика» Вуди Аллен, Мартин Скорсезе и Терренс Малек. Все главные «Оскаровские» картины были или вот-вот выходят в наш прокат. С этой недели в кинотеатрах также опасный метод. Историческая драма Дэвида Кроненберга получила «Золотого льва» в Венеции. Профессор Фрейд, я доктор Юнг. Я лишь приоткрыл дверь. Молодым вроде вас предстоит пройти через ней. Опасный метод рассказ о том, как основатели психоанализа окончательно запутались в своих собственных отношениях с женщинами. Ты же не думал, что я отдам тебя без боя. Ходят слухи, что вы сделали одну из пациенток любовницей. Фрейда играет Вига Мортинсон. Он был номинирован за эту роль на «Золотой глобус». Юнга Майкл Фассбендер. Пациентку, в которую влюблены оба Кира Найтли. Честно говоря, этот фильм можно посмотреть и дома, на кушетке. Фрейд бы не обиделся. Ну, а это снова мы. И мы продолжаем обсуждать тему «Едим вне дома». Да. Хотел, знаете, про что вас спросить? Вы знаете, такая тема из контроля качества. Сколько раз ругался со своими друзьями. Я вот считаю... Простите, мне больно в этом признаваться. Но я принципиальный сторонник того, что если тебя обслуживать плохо, не оставляй чаевых. И столько раз мы спорили за столом, что это некрасиво по отношению к официантке. Нет, ну это правильно. Я делаю то же самое. Это единственный способ. Но это же как дрессура. Нет, ну тут вопрос, что тебя не устроило. Качество именно как с тобой обошелся этот факт или качество блюда? Это речь идет исключительно о качестве обслуживания. Нет, ну это безусловно же, как и от чаевых. Мне кажется, это благодарность. То есть если ты чувствуешь эту благодарность, то ты их оставляешь. Соответственно, ты можешь оставить там больше, чем или меньше. А если ты понимаешь, что тебя обслужили откровенно плохо, конечно, я не оставляю чаевых. Мы вместе. Мы вместе. Скажите, Марьяна, вот если нужно быстро перекусить, ну скажем, это уже не съемочный процесс, а просто обычная жизнь, да, то вы куда отправитесь? Фастфуд, обычное кафе или все-таки ресторан? Фастфуд абсолютно точно исключается сразу. А вы его исключили именно после какого-то случая в своей жизни? Или просто знаете, что это? Нет, я просто слежу за своим здоровьем, понимаю, что это есть, ну, я не буду. Наверное, это есть нельзя. Так, обычное кафе, ресторан? Кафе, скорее всего, если мало времени. Потому что в ресторане, как правило, ты наталкиваешься на то, что ты приходишь и говоришь, девушка, мне вот 20 минут, можно что-нибудь быстро? Да, конечно, говорят тебе. И через 20 минут ты понимаешь, что... Пора. Спасибо, девушка, я пойду. А вы скажите, пожалуйста. Еще один, кстати, камень в огород ресторанов. Это на самом деле, то есть ты когда заказываешь, то есть это вот надо время много. То есть если ты пришел на вечер, то да, сиди надо. Ну, не знаю, я готова тут встать на защиту ресторантов, на самом деле. Мне кажется, сейчас все делают в основном быстро и хорошо. Скажите, ну у вас профессия, это вы сегодня здесь, завтра там, сегодня на самолете, завтра на поезде, да? И непонятно, что вам там дадут вот в этом пластиковом пакетике, коробочке. Может быть, жареная курочка с собой в купе, она как-то надежнее? Огурчики в поезд? Да, да, это надежнее. У меня долгое время вообще, когда я входила только в поезд, у меня сразу было желание почему-то вот есть эти вареные яйца, эту курицу из фольги. Сейчас, конечно, я стараюсь брать еду как-то дома, я ее готовлю, беру с собой в контейнерах. А, берете все-таки, да? Знаете, я очень как-то смеялась в самолете сзади меня, я услышала вот это тук-тук-тук в самолете, люди начали яйца чистить. Красота. Спасибо огромное. Спасибо большое за то, что вы были сегодня вместе с нами. Марьяна Коробейникова, актриса театра и кино, рассказала, чем она питается на съемочной площадке. Чтобы так выглядеть, оцените талию, Марьяна. Я прям сижу и обливаюсь кровавыми слезами. Мы все сидим и обливаемся кровавыми слезами. Чего уж там. Спасибо вам большое. У нас сейчас ценная информация, мы пока утрем слезы, а потом продолжим.